всем привет дорогие друзья вы на канале металик дэни и сегодня с вами посмотрим на новую колоду на аристократах а был опрос у нас на ютубе какую фракцию вы хотели бы увидеть одну из первых и победили нильфы в принципе как и всегда ничего нового не везде побеждают вот поэтому гайд выходит на нильф гардия долго подбирал колоду и решил остановиться на аристократах новый патч новые колоды радую вас контентом надеюсь всю эту неделю будет выходить каждый день гайд достаточно детальный достаточно подробный и довольно таки интересные поэтому не забывайте подписываться кран чтобы пропустить новые ролики не забывайте ставить лайки под роликами и лайки под колодами на сайте play win что продвигать их в топ и также не забудьте вступать дискорд сервер все ссылочки будет в описании там будут анонсы и новости поэтому вступайте дискорд сервер а мы с вами переходим к разбору колоды во-первых появилась некоторые изменения во первых новая карта роза и една Вар Атра, 7 за 9, по размещению Вы создаете бронзовый отряд из фракции вашего Противника, затем создаете его в противоположном Ряду, добавляя ему саду шпиона По приказу вы наносите 0 единиц урона вражескому Отряду, но увеличиваете этот урон на 1 за каждого Аристократа в вашей стартовой колоде Если вы по приказу уничтожаете отряд То создаете и играете начальную копию уничтоженного Отряда, то есть по размещению вы просто Создаете какую-то тушку оппоненту Допустим играете против севера, выбираете Какие-то северные отряды, желательно вам Выбираете отряды, которые имеют размещение Чтобы по сути моему У них сила в размещении И створить такой отряд, который будет оппоненту Не особо нужен, то есть какому-нибудь двойку Единичку, тройку, чтобы она просто творилась Вот, и у нее будет саду шпиона Саду шпионы также нам нужны У нас тут много разной синергии Под шпионский статус Чем статусов больше, тем лучше Это во-первых Поэтому по размещению она себя не окупает Хоть на мало, но приказ у нее лютейший Если я ошибаюсь, то в нашей колоде она бьет Ровно на 10 очков, потому что 10 аристократов Включая ее И по расправе она сойдет играть Сначально копию уничтоженного отряда Ну, во-первых, вы можете любой совершенно отряд противника Уничтожить и переиграть его Но зачастую вы будете переигрывать и Ахима И Ахим имеет вероломца По размещению он играет верхний невероломный отряд С вашей колоды усиливая его на 8 Соответственно вы берете какую-то хорошую карту Из вашей колоды Прокручиваетесь А переиграть его вместо удара милосердия Вы можете через розу То есть такой вариант есть Пытался я уместить и удар милосердия И розу Но у меня лично не получилось Вот Поэтому неплохая комбинация И неплохая прокрутка Также прокрутка в виде Родерика Он также является аристократом Играет на стол оппонента Берет две случайные Смотрит две случайные золотые карты И играет одну из них Далее у нас есть движки в виде пикинера Фальбы Они имеют обход Их надо ставить в рукопашный ряд Чтобы их, так скажем Не затлоняли слева и справа отряды То есть чтобы у них был открытый фланг Либо она стояла крайне правой Либо крайне левой Вот По приказу добавлять кровотечение Вражеском отряду на один ход Имеет зарядный ноль А если стоит она как раз таки На краю По флангу То будет По два заряда Каждый ход получать А два заряда Это два кровотока А два кровотока Это два бафа Условно это мимо жажды Которая является Таким из ключевых И главных движков И усиливает себя на один За каждый раз Когда противник получает статус Любой статус Кровоток Настой Щит Если противник сам себе щит дает Абсолютно любой статус Которого у него изначально не было Она бафается Далее мятежные аристократы Положил ее тут только в одном экземпляре Потому что очень важная Здесь у нас голда лежит И второй мятежный аристократ Не уместился По размещению Эта карта усиливает себя на один За каждый шпионский вражеский отряд Усиливает эту карту на один Каждый раз Когда вражеский отряд Потом будет получать статус шпиона Тоже такой неплохой движок Конечно чуть слабее Чем там мимо жаждой Потому что играет только над Шпионскими картами Но В принципе тоже неплохо Себя нормально здесь окупает Что у нас здесь еще Один из таких ключевых карт Одна из ключевых карт Это Филипп По размещению Если в вашем окружении Есть вампир Вы добавляете рвение Вампиров вас тут не так много Это томимые жажды Две штуки Охотники ван Мурлегемов И все Все И он сам получается Вот Поэтому Ну еще с балом С крадом Вам томимая жажда Приходит Вот добавляете рвение По приказу он добавляет Обреченную сражескому отряду Если у этого отряда Есть статус Вы блокируете его Если у него больше Одного статуса Добавляете ему яд А если у него яд есть И больше одного статуса То вы его убиваете Так как добавляете второй яд Карта неплоха Очень сильный контроль Зачастую Если у оппонента Есть условная каратка То она летит Зачастую именно Филиппа Потому что если Филиппа не остановить То там за 5 ходов Он может перебить Аж 3-4 отряда Это жестко Карта Эмгир Сюда ее уместил До этого была Карта Узурпатор Но от нее я отказался Попозже объясню почему Эмгир По размещению играет Бронзовая солдата Или Аристократа Из вашей руки Затем добирает карту Также добавляет статус Шпиона всем отрядам Сыгранным противником То есть оппонент Совет отряд У него сразу летит Статус шпиона Отряд шпион Отряд шпион По приказу Вы можете также захватить Отряд с статусом шпиона Чья сила равна 1 единице А по преданности Можете в конце хода Восстановить Способность приказ У этой карты Ну чтобы она У нас преданность В этой деке есть Мы можем захватывать Отряды Ну зачастую Мы захватывать Именно эмиссаров Которые есть в деке Плюс эмиссары Имеют вероломство То есть у них будет Глазик Так как они играются На стол оппонента У нас будет баф От этого и мятежные Аристократы И томимые жажды И еще будет Несколько синергии Поэтому довольно таки Неплохо Также сюда поместилось Все по местам Очень сильная прокрутка Вы играете не более Двух балансовых карт То есть одну или две Из вашей руки Затем берете столько же карт Поставить два движочка Пикнера альбу И пикнера альбу Или пикнера альбу И томимые жажды И сразу работает и обход И хорошую карту Ставите на стол В общем отличная карта Для этой колоды Далее адмирал рампали В рот его шатали 4 силы 12 провизии Имеет верение по приказу Убирает 3 вражеских отряда Один блокирует Другому добавляет яд А третьим статус шпиона Главное не перепутать порядок И сделать все правильно Много статусов И в конце вашего хода Он будет усиливать себя На эту карту Назначение равное Максимальному числу статусов У вражеского отряда Допустим у вражеского отряда Обреченность Кровоток Блокировка И допустим Не знаю Выносливость не может там быть Статус шпиона 4 статуса Адмирал рампали Каждый ход будет качаться на 4 Каждый ход Пассивная прокачка на 4 Этим он и сильнее Условных томимых жажды Поэтому вам зачастую Надо будет выбирать Какой-то отряд И накладывать на него Наибольшее количество статуса Плюс у вас есть Абилка самозванец По приказу вы блокируете Вражеский отряд С тем задаете В противоположном ряду Его изначальную копию И усиливаете Ее настолько единиц Сколько отрядов Со статусом в этом ряду И еще Каждый раз Когда играете Аристократа В вашей стороне поля Усиливаете его на 1 Если на стороне противника Есть не менее 4 разных статусов Разные статусы Повторюсь Кровотоки Обреченности Яды Блокировки Настои Щиты Покровы Все это разные статусы И если есть Когда-бы 4 разных статуса А их повторюсь дофигища То вы будете За каждого своего Аристократа Которого вы поставили на стол Бафать его Аристократов Вас тут много На них и держится В первую очередь Колода 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9 Ну и с баллом Аскарада Еще да Только вы их не будете играть То есть много разных Аристократов И дополнительно Вы их каждого качнете Плюс Абилка Самозванец Создает В противоположном ряду Изначальную копию Отряда Вам зачастую надо Как-то стараться Чтобы оппонент играл В один ряд И в том ряду Иметь какой-то Очень Такой Отряд У которого будет Больше всего статусов Чтобы и адмирал Рампали Раскачивался И чтобы в этом же ряду Можно было сыграть Абилку Самозванец Чтобы там было больше статусов И карта не просто Какая-то сильная сотворилась Например Какой-нибудь голем Какой-нибудь Или например Какая-нибудь просто Жирная тушка Допустим По типу Не знаю Кого Кого Там Яна Кальвейт Условно То есть Жирную тушку Не просто жирную тушку А допустим С приказами С какими-то Пассивными способностями Плюс еще Которая будет иметь Много статусов Чтобы она еще Прокачалась сильнее Из прокрутки Здесь есть Арт Фиайн Который по сути Иногда вам эту прокрутку Может заруинить Поэтому зачастую Вам надо играть Очень аккуратно Ваша Любимая монета Это красная монета Вы хотите отвечать На ход противника То есть вы должны ходить вторым Вам в идеале это Потому что именно Раскрываете вы Свои потенциалы Своей колодой Именно во втором И третьем раунде Арт Фиайн Ставится зачастую Как раз таки Во втором Или третьем раунде Имеет стойкость По приказу Вы смотрите Две верхние карты Из вашей колоды Если вы переместили агента То добавляете Вражескому отряду Стату шпиона Если это был аристократ То добавляете Кровоток к рожескому отряду На два хода И так же В основе Специальный приказ Каждый раз Когда играете аристократа Пока эта карта Находится в вашей колоде Призывайте ее В ваш рукопашный ряд Каждый раз Когда играете Золотого аристократа Поэтому именно Через золотого аристократа Эта карта Призывается И имеет стойкость То есть она стоит И работает Как хороший движочек Многие могут сказать особенно новички, что эта карта вам руинит все, но на самом деле это одна из самых ключевых здесь прокруток. С помощью этой карты вы знаете, что у вас лежит наверху, а что вы положили вниз. Таким образом, вы через МГР можете добрать какую-то определенную карту, через все по местам можете добрать какую-то определенную карту, через Яхима знаете, какая карта будет наверху и какую карту вы доберете, поэтому артфьян очень даже неплох, как прокрутка и как пассивные настои. Настои, ну, статусом. Даже иногда бывало в него прилетала каратка. Так что довольно-таки неплоха. Балмаскарад сценарий. По прологу, когда вы ставите отряд, отряд артефакта, вы ицетворяете это мимо жаждой, который мы уже разобрали. Когда открываете первую главу, играя аристократа, вы создаете первого ядовитого клыка, когда вы кидаете второго аристократа, второго ядовитого клыка. Они добавляют яд. Они также есть в колоде. Добавляете яд трошком отраду. Два яда равно смерть отряда. Служанка Ван Мурлегемов может по размещению, получается, перенести с одного отряда статусы на другой исключая настоя. То есть она переносит абсолютно все. Кровотоки, выносливость. Спасибо большое за фоллоу. Кровотоки, выносливость, всякие там обреченности, блоки. Все переносит, кроме настоя. Поэтому карта неплоха. И очень сильно бафует и Томиму с жаждой, и Адмирал Рампали. Больше целей, больше киллов, и под Филиппом очень сильно. В общем, круто. Ну и Давид и Клыки, понятное дело. И новая измененная карта Арбалетчик Дэйтвена. Я думаю, вы ее ждали как раз, когда увидели. Человек-солдат. Каждый раз, когда вражеский отряд получает статус во время вашего хода, вы наносите ему по одной единице урона. Карта была переработана, и теперь она очень даже сильна. Во-первых, это карта солдат. Вы ее можете сыграть через Эмгера, потому что Эмгера у вас играет не только аристократа, но и солдата. Это один момент. Через все по местам можете сыграть, как движок неплохой. Как мы не сказали, это такая вот аналогия была приведена. Микро-тибор. Микро-тибор. Тока, который работает, когда именно добавляются в настоя. В общем, под пикнером Альбой этот отряд, если, например, мимо жажда у вас усиливается от каждого настоя нового, да, от каждого статуса, извините, не настоя, а статуса, то он будет бить. То есть вы добавили кровоток на один, он ударил на один. Вы добавили там отряду блокировку, он ударил его на один, и так далее. И появился такой баг, ребят. Баг, конечно же, куда нам без багов и абуза. В общем, есть карта Фергус Ванэм Рейд, которая по размещению добавляет статус шпиона. Но так как у нас есть предность, то вместо этого добавляет шпиона, статус шпиона трём вражеским отрядам. То есть стоят три вражеских отряда. Мы добавляем одному статус шпиона, другому и третьему. Соответственно, у нас прокачались мятежные аристократы от этого. Адмирал Рампали кайфует. А кто у нас всё кайфует? Филипп там может как-то круто сыграть больше статусов, там и жажда, и мятежные аристократы. Но арбалечик дает вена вместо того, чтобы бить отряд на один, бьёт отряд на три. Я не знаю, как это работает, но вы добавляете, допустим, три отряда. Раз отряд, два отряда, три отряда. У каждого четыре силы. Он ударит каждый отряд на три почему-то. Не на один. Видимо, потому что у Фергуса всё-таки три вражеских отряда. Я не знаю, как это работает. В общем, это какой-то баг, это какая-то ошибка, но почему-то работает именно так. Он бьёт вместо того, чтобы на один ударить каждый отряд, он бьёт каждый отряд на три. И это очень даже жёстко. То есть под Фергусом эта карта Открывает свой потенциал на свой максимум Хотя такого не должно быть, это нелогично Почему так работает В общем, такая вот колода Какие-то карты я, по-моему, не разобрал, а вроде бы все Вроде бы разобрал абсолютно все Хрустальный череп, будем сейвить зачастую Пикинеров Альба Первый раунд вам зачастую невозможно забрать Это реально очень сложно Вот, а еще, почему я хотел сказать Почему я отказался от узурпатора Когда вы ставите узурпатора и створяете сыщиков Вы по ним ударите через За арбалетчиков, вы этого делать не хотите Поэтому узурпатора я отказался И уместил сюда эмгира Соответственно, у нас 12 провизии не поместилось Поместился, тренажка поместилась И мятежные альцикаты тоже вылетели отсюда Вот, как-то так Повторюсь, что вам интереснее всего играть Именно в долгий второй раунд И долгий третий раунд Первый раунд вы зачастую просто не заберете Особенно на синем монете Вас тупо нечем ходить Вас перетемпуют, вам нечем ходить Все плохо, оппонента не будет отрядов Не будет карт, в общем, сложно Роза сильна, но, конечно же, ее легко законтрить А если выиграть против контроля Конечно же, ее законтрят Вот, все просто Все просто ее законтрят Просто сейчас красолюдым Жалят водобряка И мы еще на красный Идеально Идеально Ну, оппоненту будет не очень Приятно, конечно, играть Очевидно Так Нам нужно найти три карты для паса Пикиниор Допустим, яд И допустим Арпальтика не хочет отдавать Служанку отдать Вообще рука хорошая, как будто бы даже Ой-ой-ой Драунд мы не боремся Мы его перетемпуем в следующем раунде Все заблокируем, что есть И перебьем И там очень много было Махакам Зачем Кам-то Мы никуда не торопимся Мы абсолютно никуда не торопимся Один движочек отдадим Кинем ядик И все Главное в руку не поймать артпиан И найти хотя бы, ну, пару карт Он отдал его сразу Интересный вариант Это я, наверное, зря сделал Окей Просто буду перекидывать В любом случае Идет Я не затраду мы прям не будем В любом случае Ага, вот так даже Рандом Рандомом убил этого Так Я так все думал Он поэтому ударит Окей Окей Не поэтому Так Не поэтому Как хочешь Господин оппонент Мы этот раунд Повторюсь Не планируем забирать Планируем просто его Побаловать Побаловать Поглумиться немножко И уйти отсюда Потому что Раунд мы не заберем Мы можем его забрать Можем Просто зачем Если мы Если мы в втором раунде Сейчас все Расставим И будем уже Отбиваться Оппонент будет Отдавать все Мы все это будем Ядить По темпу нам Всего хватит Да, оппонент Ничего не отдал Кроме Сути Кориоверного Стратегема Краснолюда Нормально Повторюсь Главное не найти Артфиань в руку И найти его Наоборот Сразу в руку Вот так Круто Чтобы Этот Артфиань призвать Чтобы Все Играют В сетапе Каком-то Лютейшем Давайте так Рискуем Конечно Но Заход Такой Да Переденький Переденький Заходят Каз Еще Конструктор Есть Интересный Интересный Вариант Как говорил Один Мудрейший Будет Яд И Сначала Ее Поставить От Ее Поставим Прекрасно Прекрасно Интересные Картонки Так Душить Будет Я их Тетеньки Могу Пойти Если Хочешь Добивает Ну К сожалению Нам Как будто Придется Сначала Играть Яхима Золотого Аристократа Ну Давай Хорошая Цель Под Копирование Морды Можем Сыграть Теперь Все По местам Ну Все С меня Хватит Ну Хорошо Нормально Нормально Ребят Темпа Много Темпа Очень Много Так Что у нас Наверху Родерик Давайте Митежных Аристократов Вниз Митежные Аристократы Давай И будет Сюда Дамаг Кстати Да Забыл Немножко Про него Да Дамаг Людейший Дамаг Величайший Так Раз Два Солдат У нас Есть Надо Наверное Сымгры Начать Все Таки Сымгры Можно Будет Чем Взять Еще Север Покорится Таково Его Предназначение Норлинга Норлинга Да Давайте Ее Вниз Положим Музыки Аристократы Нужны Для Открытия Сценария Но Сценарий Надо Еще Найти То есть Мы Сценарий Не Находим Пока Что Сценарий Не Находим Ой Ой Хорошо Он Ее Убивает Играет Закалочка Отлично Дороги Хаммешан Непал Маскарад Отлично Отлично Ля Ста Новость Была Очень Даже А наверху Будет Фергус Фергус Отличный Для Нас Отличный Ну И Играем Уже Получается Все по Местам Сценарий Не Активируем Вон Филиппа Поставить Кстати Говоря Да Филиппа Наверное Лучше Поставить Сначала В дяденьке В тетеньке Закончим Этот Фарс Фарс Мажор Перекусить Только сюда Он сразу Его даже Заядеть Перенести Не перенесем Правда Его Метка 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 Пусть будет Тут Давай Тогда Можно Золотана Много Статуса Пока Подождал Наверное Пусть будет Ядик Наверное Вот здесь Пусть будет Яд Пас Пас А вот и пас Ну как будто бы Адмирала Рампале Придется отдать Надо убить его И его Ещё Аристократ сыграть У нас Аристократ Только один Давай так Давай так Ядик Пусть полетит сюда Вот так вот Адмирал Рампале Допустим Блок Яд Вот так вот Всё Хватает нам Вот нам Хватает Первый с наверху Розу мы найдём Вниз мы спустили Раз Два Три Четыре По-моему карты Четыре карты Мы всё находим Довольно таки неплохо Крутимся Всё у нас отлично Там голда чисто лежит Вот и розочка Вот и розочка Так Арбалетчик имбы Эмиссара можно убрать Эмиссара сразу умирать будет Я бы блок лучше поискал Вот и блок Наверное всё Так Ну сразу кидаем Два Движка Два солдата Привет со дна Сказать Раз на лют Как бы так сыграть Можно эмиссар вообще сначала поставить Как будто бы даже Прошу вас Помедлить Ваше превосходительство Я не успеваю Пока всё Махакамский перевал Махакамский перевал Это блокируем Это мы блочим Так аристократ Аристократ это кровоток Если не ошибаюсь Да Блин Ну давай сюда Немножко лихву Да даём Господа Не любят чужих Броник стим Многовато для нас Многовато немножко брони Даже слишком Одну потрачу Хотя можно две Какие-то кровоток Шесть 16 Товарищи золтана Мунра будет там Да Должен быть Должен должен быть Очень много ребят Тут Там для нас это хорошо Очень даже Буду бы лучше цель Уже не будет Может даже Уже сыграть Кстати давайте так сыграем Не ребят смотрите Во первых делаем Я не так хочу Эту комбинацию сделать Не два человек Тогда сначала Это поставим Очень-очень сейчас Хочется это сделать Давайте так сначала Государь Марионетка Весьма замачивая Ребятки Ща будет Ща все будет Выбергог Ну как будто бы Его придется Да все таки Его Бегут Краснолет Как будто бы Его Хотя его можно Ей Ладно давайте так Так Сюда Аристократ Ну что погнали Я без страха Доверю жизнь Любому Из моих Генералов Офигеть Есть Махакам не сразу строился Это жестко Сразу строился Да Мы услышали Не дал показать Как разыгрывается Новая карта Но да По сути Избиение Краснолетов Как-то так Идем Дальше Так Вот у нас Добор Карт Север Лав Проклятые Все что угодно Опять таки На красный На красном Хорошо На красном Хорошо Но если это Лав То прям Плохо Нам будет Миссаров Можно в первом Раунде Разыграть Один Ядик Отдать Блин Так Я думаю Да Это наверное Оно И это плохо Это плохо Это мы Скорее всего Никак не пройдем Но посмотрим Посмотрим Сейчас Вроде да Вроде это Контр матча Постоянно Теперь с ним Показывает Храм Какие карты Сотворяются Вот он Сотворил Вероксасика Принца Анси У него Его не было В деке И Герхарда Хорошие Заходы Прям очень Хайрольные Очень Хайрольные Заходы Понят Молодец Причем Он сотворил Сначала Анси А потом Уже Вернее Вернее Вероксаса А потом Нашел Анси Респект Таким игрокам Возь Наверное Дадим Тебя Я Блим Уверен Что это Эрланд Лавка Эрланд Так Изучение Пошло Почти Не читали Понял Ждем Уто генератор Которого Мы Пасанем И по сути Он уто генератор Вообще Почти не разыграет Для нас Это Отлично Вот и он Слева Направо Инженера Он поставил Здоров Наверное Пас Мы просто ничего Не сделаем Тут К сожалению Идет дальше Раскачивать Дипломатическая Работа Ну ну Эрланд Будет лютый Но Повторюсь Ходов Особо Нет Ой ой Ну как Что радует Твой глаз Яхим Им бы Респект Респект За Яхима Хотя бы Не все по местам Но тоже Неприятно Ну как говорил Контр матчап Еще и Хайрол Пока что Понятно Очень силен То есть Наралять такие карты Без рунмага Первым кодом И конечно же Афирец За это ему Респект Сильный игрок Пока что Попался Ценю таких Ценю Ну все таки Наверное Мулиганим Хотя могли Наверное Час сыграть его Сейчас Ходок Собо Нет В руку Можно найти И этот Artyan Можно поставить Его от руки Ай Карта хороши Даже слишком Просто охотник Интересно Что в моих силках Наверное Пас Делать нам Нечего К сожалению Ну и Мессара Можно Поставить наверно пассахам артянут руки был хороший с радарик его может было найти рука бронзы да не очень если так подумать но окей мы почти все нашли почти все нашли он мага кстати не было если что напоминаю вам друзья так и пристала не пристала представлять будет и дрон мага найдет уничтожение артефакта это сильнейший вражеский отряд неудача неудача оппонента так блин нам придется сначала поставить все таки томимую жаждой от руки объясняю почему и не смогу это сделать потому что если мы добираем эмгиром ходим им или все по местам можно добрать просто в руку эту карту его от руки играть теперь не хочется точно поэтому играем пока что просто мимо и просто мимо и потом будем играть уже филиппа штат филиппа нормально триггерить артфиан чтобы он выпрыгнул к нам как же набивает наших вампиров это чертов гений отдавать филиппа или уже хай ролик как оппонент но нет я не опущусь до такого извините уж простите до такого я не опущусь мой организм не помойка окно все только набирать карты конечно же все еще можно добрать рыцаря им бы носит будем смотреть через артфиан рады радает рыдает небольшой сюрприз пресно так еще проживаем артфиан дать и рыцарь вниз просто поместим наберем мой ядовит ничего там такого нет нормалек и поставим движок я думаю вот какой это теле это будто бы это даже по хайпу и смотрится так не честно делает на все верно так наверху роза будет от хорошо миссара убираем себя даем метку пока так вишков нет оппонент был готов к нам он был точно готов к компании или сейчас они не сама чтобы топовые стараемся просто перетаповать оппонента просто просто темпом завалить взять его и задушить я бы сейчас не прожимал наверно со всеми местам сыграть и и и и это правда и правда так 2 ядиком ну пойдет плохая цель на самом деле поддай лидерку в общем надо было обязательно играть все пусть там надо адмирала рампале тоже ставить что прямо не успеваем за темпом оппонента нет сейчас мы сыграем адмирала рампале в рот его шатали так просто ставим его не будет он здесь блок яд шпион блок яд шпион вот так наверно верно вот именно в таком порядке вниз хорошо это очень хорошо что мы его наконец нашли он аристократ значит давай сюда пусть и шансы как будто бы даже есть они появляются этого не нашли тариан морды ты вверху на скажет о ее ее и прочитал зелен оппонент в один оппонент напомним всегда силен так и отлично это лучшая карта могла прийти вторая мы к ней готовились император мертв да здравствует император работает ну просто наверно арбалетчика прожимать пока не будем это надо один раз прожать забирать его ну да да берем заберем блок потом ядом добьем пока не прожимаем но пока пап по темпу нормально он силясь оба пнул но хватит нам этого геральт еще да геральт анси и яхим есть карта у него мое почтение гигантские твоя жизнь теперь принадлежит мне куда вот так вот работает она аристократ это кровоток наш пока так играть розу обязательно эрланд вот так вот да а в дальнем ряду больше отрядов пока что как мимо вот так вот так на него щиток есть давайте его создадим вот так вот и как и уже базу дают карты забавные добавные картонки яхима что-то еще у него осталось вот что вас конечно хороший но ответа сегодня не будет чё обгоним эрланда или или нет там анси он же вы добрал анси он убивает розу спокойно в розу нас также спокойно эти контроль яхима с мулиганем 1 просто нас яхим не сыграет что сыграет эта карта блин а мы из этой карты добиваем кого-то мы сейчас блокировать не можем ответ оппонент гений получается эдмал гей выгоднее ли это сыграть лучше творить шесть семь раз два три шесть капец что-то брать наверно а мы не заберем уже оппонент чертов гений оказался на этих нападу а с их соседями заключу мир ну смотрим отыграл так отыграл насколько он там ему прокачал на 40 максимум я не думаю что он столько статов в третьем раунде еще принц отдает принц еще бафнутый должно хватить еще не что хватит баста там но по нету очень хорошо отыграл без шуток а по нету очень хорошо отыграл смотря на то что для нас так утром отчат оппонент вроде бы все правильно сделал и правильно распределил поинты нас лидерка заприк и забраковалась и вот этот арт фиан арбалетчик сыграл в итоге ну плохо потому что не он сыграл нормально он очень много импрово внес но в данном матчапе как будто бы действительно он был не очень интересный матчап вот сейчас видимо играют также аристократы хорошо мирор ненавижу мироры еще у нас плохая монета для нас то что я люблю так ладно дети же наверно стоит немножко попотеть пужанку я пока одну уберу аристократы уже пока миссар спорный начнем мы с пикинера после этого я поставлю арбалетчиком а вот после этого что ставить на блок можно еще поставить вам будет проходить ту карту ну постараться взять три карты пас но надо главное обгонять его вдруг он вообще изведется и кидаться совсем что в него попадется в руку а ссор либо забудь предупредить если я немножко долго думаю я сону не но немного спросоне записывать поэтому стараюсь радовать контентом и немножечко могу быть сонным так 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 ой 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 какая душка началась не знаю правда ли это в этом в еще видимо нет окей не знаю насколько это правда вообще понятия не имею пока давай наверно вот так мудрый но нас перегонит этой картой эта карта у нас перегонит это плохо на смотреть чем все сходит я это преданность всего сам он душит нас так мы тоже можем его задушить только насколько это оправдано будет уже много дает баранки гну так ну давайте подушимся блок служанка амбаса сначала дать всегда ошибка очень много 100 потерял с этого ладно ладно бывает нафига 100 потерял блок сюда все что изволит нафигища потерялся то все этого очень много приятно даже даже немножко неприятно я мог кровотоки принести эти кровотоки бы еще урон нанесли и оппоненту и арбалетчик ударил бы 104 где-то потерял я 104 ладненько раз оппонент так душится чтобы и нам не подушиться вот эта карта слабо сыграет в мироре интересно как будто бы ощущение такое ваш покорный слуга я бы наверно вальнул эту карту прямо сейчас а мы не можем ее вальнуть уже заблокировано еще один блок есть у нас у меня тоже есть вы только подарите и я к вашему слугу вот и моника как будто бы не особо и нужны господа не любят чужаков спадает ему много что не любят но всем плевать ну как будто бы даже сюда она прокачается это дамажит будет что то что другое не нравится но давай так наверное так не знаю ненавижу мироры вроде бы на равном всегда играем но я проигрываю мироры оппонента всегда рука лучше всегда хайро лучше не знаю солнышко сидит ему лучше я всегда в мирорах не силен монеты не те погода не то настроение не то все не то то не то то по нету хорошо если будет возможно писать я думаю пацанем мы долдовать уже не хочется конечно забрали раунд в итоге он дал им гыра да мы отдали все по местам а он тоже дал все по местам подожди а мы то получатся меньше отдали кстати говоря на синий нормально отдали намного меньше Федерик в идеале артфиа над руки поставить аккуратно так делаем не знаю вообще не знаю раунд забрали но ценой всего всего ну и всего завершать на аристократах дел такой себе буду начинать даже лучше аскарт мало для начала а погнали один раз жизни мирор играем ну радарик наверно идеальный мгр был бы а может быть и нахождение а много чего может быть так ставим его цели вот нет покажет цели нет это точно как будто бы даже надо движочек ставить сначала сначала движок зафиль опасненько и не надо было мулиганить надо было это мулиганить или она нам позже пришла ладно так сейчас поставим филиппа и нам придет артфиаин и будет две карты мгр хорош мгр под аристократов пойдет угу здесь прокрутит еще именно туда именно туда и подальше моя любимая дичь конечно бери не хочешь моя любимая дичь которую ты втираешь какая тупая шутка ну сейчас посмотрим что у нас наверху может даже и ахима сыграем в золотую карту сейчас глянем артфиаин нам покажет путь и сыграем родерик а в нем неудача была раз он вот вот так вот правильно что нам обход он убирает артфиан призывается и метит он неплохие картонки если он ее может скопировать себе я без страха доверю жизнь любому из моих генералов но этого он не делает смотрим вверху адмирала рампали в рот его шатали поэтому я думаю мы но он слишком перекачается не не фигня надо убирать его может будет бафа за каждый ход я думаю не очень его вниз его мы ставим вниз играем его с родерико что ли ну видимо да другому никак хотя пока рановато как будто бы как же все неудобно неуместно давай наверно вот так сходим добьем эту картонку темп темп забираем темпом да звучит неплохо забираем тупо темпом рисократка наверху будет можно было прожать ничего мы из этого не теряли не получали даже надо было уже не два заряда тер получает нормально твоя жизнь теперь принадлежит мне тебе? серьезно? серьезно тебе? так роза конечно да там в мир воряда розочка такая ну ну ставим ее спокойно учитель сейчас я все объясню блин карта хорошая очень хорошие карты кирасира поставить шильдан шильдан айн вниз пока что миссара сюда метка сюда блок именно блок и пусть будет в итоге вот так вот очевидно ее переигрывать будет хотя не знаю как будто бы в нее пойдет самозванец ощущение такое кирасируем не сыграет если сыграет каким то образом мы его заблокируем спокойно то есть ничего такого а вот и филипп бедросович кстати наверное стоило как можно скорее убивать охотника тоже ошибка наверное возможно микро но все же так с ней он ничего не делает да ну не верю он не только лидерку тратит но филипп оставляет спина понят что ты хочешь из лидерки он не уходит да приятно познакомиться заходи еще на 9 зайду блин тебе по голове так адмирала рампали в рот его шатали получается так да 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 адмирал рампали ставим сюда адмирал рампали ставим сюда блок яд шпион блок яд шпион и забираем себе вот это вот сначала вот так еще надо сделать хорошему забираем ее себе ага 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 все тут есть статы ну яд наверно будем да яд будем играть на что тебе два мяча ты даже самим не управляешься так по моему неплохая душка ее можем заядеть ее можно там вина черпи может быть кстати но какого-то прямо точь-точь как моя спасибо за подписки подписок очень много даже вне стримов это прям радует надо наверно как-то это пункцию остановить когда записи идут тут яд тут на стопроцентный яд будет или яд подожди а да яд мы кровоток добавили будет я там убиваем ее ой а так вот серьезно позже кого мы бить будем адмирала рампале в рот его шатали или филиппа даже не знаю а ну мы никого не будем бить понял давайте кинем яд яд на дофига ну пусть он будет наверху 25 на 60 ребят тем временем эта карта у нас ходит на 7 8 9 10 на 10 очков она сходит не знаю надо ли нам это будет что-то у меня в зубах застрял 20 или смерть как будто бы здесь оправдано как будто бы здесь оправдано 30 очков он никак не наберет если наберет то все отдав я бы наверно 20 дел да как ты смеешь я твой государь твой император вот так вот еще отсюда смотрим там нет таких плеев он не нашел сценарий либо он его держал что еще хуже для него мгра он отдал роза кстероза сильно ходит роза может ходить на 20 плюс может ищет розик такую плохую нам создал хорошо ему 9 дамаг мне кажется ему хватит с розой может хватить но нет он переигрывать будет филиппа филипп очень жесткий и там есть контроль ауди там есть контроль это подожди аркента филиппа створять будет хотя может и розу кстати на розы ему уже не жена поля не только филипп филипп вампире на столе есть была ошибка что первого вампира низ контри рамлю ты смотрим даже если каким-то образом выигрывать у нас и мгр а мимо и жаждой вот не знаю ядами найдем способ выиграть рампале этого хватает да ну он все зато он зато все отдал кроме балла вот кабал остался балл жесткий конечно но глянем взглянем так так и так солдат миссар они мои ну давайте посмотрим север покориться таковое его предназначение для моего выгоднее ставить мудрый выбор смогли подождать с этой картой это ошибка эти потеряли потому что мы сейчас сразу законтрить поэтому поэтому посмотрим может стоило и сами стороны что мы его могли захватить бы в общем сложно как бы сейчас пойдет контроль в него он что-то задумал и мы задумаем превентивно нет и в него идет контроль удивлению явлению не в него я думаю нам не хватит мне хватит а а ну я тварь не вздумай есть козелского стола не когда да не должно хватить от смотрим ничейка короче не знаю может быть не стоило душить его если бы мы его не задушили мы не отдал им две карты я думаю да нам стоило фергуса же сейвить нам не стоило его отдавать я повторюсь я ненавижу мирроры в мирорах я очень слаб мирор если кто не знает это когда вы играете на одинаковых колодах миррор это зеркало кто не знает английский язык в общем терпеть и могу мид рейндж и миррор это бич гвинта плюс и нильфгард а мы как раз и нильфгарде и сыграли вы были на канале металлик дэнни всем спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк под роликом лайк под колодой на сайте плэквинт не забудьте посещать стримы новые ролики все будет на канале ждем вас неделя гайдов впереди поэтому всем удачки и до новых встреч